Учебный сезон открыт. В школах страны прозвенел первый звонок для миллионов школьников и тысяч педагогов. Молодые и перспективные в школы округа пришли работать выпускники средних и высших учебных заведений. С главными новостями этого дня в студии Валентина Чибичек. Более 14 миллионов российских школьников сегодня отправились в школу. Из них примерно 1 миллион 600 тысяч первоклашки. Это на 150 тысяч больше, чем в прошлом учебном году. В Ненецком округе школьный порог впервые переступили 749 детей. Это на 69 детей больше, чем в прошлом году. Всего в школах региона, по предварительной информации, будут учиться 6200 учеников. Белая рубашка, красная бабочка, классический костюм. Роман Ким готовится вступить в ряды первоклассников. В школьных сборах участвуют мама и старшая сестра. И если костюм надевали всей семьей, портфель будущий первоклассник готовит сам. Рома прекрасно не только считает, но и читает. Именно поэтому сегодня на торжественной линейке ему доверили почетную миссию – чтение стихов. Это все для жизни, для науки, для людей и для родной страны. Учимся мы все не ради скуки. Мы прославить Родину должны. Молодец. Мы тебе желаем удачи, да? И получать. Какие оценки планируешь получать? За пятерки. За пятерками идешь? Ну давай тогда, счастливого пути тебе. За пятерками первоклассник шагает в первую школу. Рядом – любимая мама. Очень волнительно. Я уже второго ребенка отправляю в школу, но все как в первый раз. Он же не очень понимает, куда идет, зачем идет, для чего идет. Знает, что это праздник, поэтому с радостью и с большими надеждами. С радостью и большими надеждами в первые классы Ненецкого округа сегодня вступают 749 детей. Из них 75 – ученики пятой школы. В недалеком прошлом выпускники этой школы, а сегодня родители первоклассника, супруги Марковы привели в первый класс старшего сына. К учебе маленький Юра готов. По крайней мере, мальчик знает, чем он будет заниматься в школе. Учится, работаю в тетради, отвечаю на вопросы. Сильнее детей сегодня волнуются их родители. Шутка ли проводить вчерашнего дошкаленка в первый класс? Он очень хотел. Сразу в садике их приготовили, что уже школы, что уже большие, взрослые. Он очень хочет. Счастливый, радостный. Это скорее для нас, для родителей более такой волнительный момент. Сами эту школу закончили, теперь детей сюда ведем, к тем же учителям, у которых учились. Сегодня за начальное образование маленького Юры и еще 23 детей будет отвечать их классная мама Полина Вишнякова. Опыта у педагога не занимать. За плечами 36 лет педагогического стажа. Ну, всегда бывает трудно. Первый класс – это самое главное. И очень сложно. Поэтому будем стараться. Родителям, главное, терпение, забота и внимания к детям. Так что я сделаю и постараюсь все, что от меня зависит. Первый школьный звонок – самый характерный из всех звуков школы. Сегодня он символизирует для ребят начало нового этапа в жизни. Первый сентябрьский школьный звонок в пятой школе сегодня прозвучал и для Натальи Чаловой. По словам нового директора, нынешние первоклассники попали в хорошие руки надежных и опытных учителей. Очень волнительно. Детей много, 75. В этом году здесь, в школе, открылся третий, первый класс. Наполняемость 100%. Достаточно много детей. Они все большие, рослые, красивые, загорелые, отдохнувшие. И посмотрел, они с удовольствием пришли в школу. Напутствовал новое поколение школьников на торжественной линейке и глава региона. Игорь Кошин поздравил первоклашек с Днём Знаний. Сегодня самый главный человек в Дениско-Автономном округе в нашей стране – это первоклассники. И у вас сегодня начинается совершенно новая жизнь. Вы уже взрослые, вы уже школьники. У вас уже прошли первые уроки. И вы уже с полным чувством понимаете, что первоклассник – это новый труд, это новая ответственность, это помощь и поддержка друг друга, это новые эмоции, это счастье от общения, это новые друзья. И самое важное – это замечательные учителя, которые не только вас научат, не только вам дадут новые знания, а самое главное – подготовят вас уже к более серьезной жизни. В школе номер два для виновников торжества организовали настоящий праздник, в котором приняли участие сами первоклассники. В этом году школа богата на вновь испеченных учеников. Впервые сядут за парты 43 ребёнка, хотя в предыдущие годы количество учеников первых классов едва достигало 30 человек. По словам директора учреждения, это связано с хорошей демографической ситуацией, активным заселением микрорайона лесозавод, а также квалифицированным педагогическим составом. Сегодня в школьном коллективе трудятся 27 педагогов. А вот среди жителей города бытует мнение, что школа номер два – это большая семья. «Может быть, школа небольшая, и в принципе мы всех друг друга в лицо знаем, и по фамилии, имя, отчеству знаем, с родителями общаемся более тесно, может быть так. И плюс посёлок небольшой, лесозавода, новый посёлок – это все наши дети. Все здесь учились, все здесь, много здесь работают выпускников второй школы». Слова на путствие первоклашкам сказали почётные гости. Не остались без внимания и выпускники. В завершающие учебные 34 недели им предстоит окончательно определиться с будущей профессией, экзаменами и учебным заведением, где они продолжат образование. «Я желаю вам, ребята и девчата, хорошо учиться, не лениться, получать новые знания. Это основа вашей будущей взрослой жизни. Именно вам принимать эстафету от родителей, именно вам продолжать развивать наш любимый Ненецкий автономный округ и нашу огромную страну Россия». «В магазине «Папа с Гластей» покупают чаю с Гластью. Шоколадный торт «Причудо» очень любит тётя Руда. Три эклера, пять колец, завернула. Кто? Молодцы!» О многообразии профессий в современной школе рассказывают с первого урока. В форме загадок, игр и красочных учебников дети узнают о важных и востребованных профессиях. «Кем хочешь в будущем стать? Пожарником. Почему? Пожарником ответственная работа, он тушит пожары». «Чему ты хочешь научиться в школе? Знания, учиться, быть хорошим учеником, получать пятёрки». О том, каким трудом даются в школе пятёрки, знает мама. У Вали есть старшая сестра шестиклассница. Поэтому адаптация к школе и новый режим дня – пройденный этап для Елены Михайловны. «У нас мы, в принципе, уже всё у нас подготовлено дома. И старшая дочка помогает, и бабушка с дедушкой помогают. И мы уже настроены, чтобы с Валей заниматься, чтобы она получала новые знания. Дальше училась хорошо. Будем стараться, чтобы ей нравилось в этой школе учиться». Разбавлять учебные будни первоклашки будут на всевозможных кружках, спортивных секциях и участием в творческих коллективах, чтобы за 11 лет из маленького человека выросла многогранная личность. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Ирина Цепитова, Леонид Шишелов, Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Кем стать, какую профессию выбрать и по какому жизненному пути пойти? Об этом с 2016 года окружным школьникам будут рассказывать, начиная с первого класса. На это нацелена профориентационная работа, проводимая во всех учебных заведениях региона. Первый урок для 109 первоклассников 4-й школы – профориентационный. Тема выбрана не случайно. Современный мир становится динамичным и высококонкурентным. И чем раньше ребенок поймет, кем он хочет стать в будущем, тем проще ему будет учиться. Сегодня мы год начинаем в новом немного формате. Прежде всего, действительно, это открытие профильных классов, новых профильных классов. Мы начинаем в первой школе и класс авиаторов. Мы начинаем в класс, возвращаемся, точнее, наверное, в художественный ремесленный в Денисской школе имени Брирка. Во всех школах сегодня 10 класс – это только профильные классы. И поэтому самая главная задача педагогов школ, педагогов этих классов – это подготовить детей для того, чтобы они достойно сдали единый государственный экзамен. Ну и, несомненно, поступили в вузы, поступили в среднепрофессиональные организации. Но самое главное, чтобы они выбрали по душе своей профессию, тогда и будет и легко учиться, и самое главное, в жизни будет им, поверьте, очень легко, если занимаешься любимым делом. Работать над достижением поставленных целей педагогический коллектив 4-й школы будет под руководством нового директора. Вера Кременская официально назначена на руководящую должность накануне Дня Знаний. До этого она возглавляла школу села Великовисочное. На новом месте Вера Васильевна планирует продолжать уже заложенные в школе традиции и развивать новые направления в образовании, в том числе профориентационную работу. Чтобы ребята в будущем смогли определиться со своей профессией, в округе уже давно работает профильное направление, профильное обучение школа города. И в нашей школе два профильных направления – это социально-гуманитарное и, естественно, научное направление. Ребята из нашей школы успешно поступают в медицинскую академию города Архангельск и в другие города Российской Федерации. И мы надеемся это дело продолжать, улучшать качество обучения и образования. И, в общем, будем держаться на уровне достойно, чтобы округ нам не отгордиться. Впервые в новом учебном году возможность пройти профильную подготовку будет предоставлена как городским, так и сельским выпускникам девятых классов. Для продолжения общего образования они смогут выбрать любой из 11 классов с различным профилем обучения. Кроме того, в Ненецком профессиональном училище начнут обучение 75 будущих поваров, кондитеров, автомехаников, мастеров по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка. Впрочем, это еще не все. У нового руководителя НПУ Ивана Хозяйнова амбициозные планы. Внедрить какие-то наиболее востребованные профессии. Ну и также активизировать работу по проведению краткосрочных курсов, по подготовке специалистов. В принципе, работа училища в этом отношении велась и налажена, планы есть. Поэтому самое главное – все завершить в этом году. Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова принял 100 первокурсников, поступивших на специальности экономика и бухгалтерский учет, технология продукции, общественного питания, защита в чрезвычайных ситуациях. На Ринмарском социально-гуманитарном колледже стартует подготовка 71 будущего дизайнера, финансиста и преподавателя физкультуры. Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В новом учебном году в школах Ненецкого округа открылись 11 профильных классов. Самым популярным профилем стал физико-математический или летный класс в школе номер один Наринмара. Там будут учиться 29 человек. Шефство над воспитанниками класса возьмет Наринмарский объединенный авиаотряд. Большая часть сельских ребят отправились учиться в Ненецкую школу имени Пырерки, где открылся помимо универсального класса художественно-технологический. Образование по этому профилю будут получать ребята из Харивера, Варнека, Бугрино, Амдермы, Нельминоноса, а также выпускники городских школ. Кроме базового уровня, ребята будут осваивать профильные учебные дисциплины в зависимости от выбранного направления. Бесплатное проживание и питание предоставляется детям из муниципальных образований на базе пришкольного интерната. В этом году Ненецкая школа имени Пырерки приняла в свои стены и первоклассников. Наравне с другими учреждениями общего образования там проводился набор в первые классы для жителей микрорайона «Центральный». Это позволит разгрузить остальные городские школы и максимально сократить количество обучающихся во вторую смену. Детские голоса сменяются минутой тишины, ведь наступает самый ответственный момент. На первом в своей жизни уроке ученики первого класса школы имени Пырерки загадывают желание. Можно только догадываться, о чем мечтают 23 юных ученика. Впрочем, дети свои желания не скрывают. Ты сейчас вот глазки закрывала, желание загадывала. Что загадала? Остаться в этой школе. Ну ты что? Ты хочешь в этой школе остаться? Потому что здесь очень хорошо. Учиться хочу я и стать классником. А кем стать? Классника. А что такое классник? Это когда взрослый, когда классник ходит в школу и хорошо учится. Первый день в школе как старт в новую жизнь, где будут уроки, оценки и новые друзья. А друзей ты уже успел познакомиться с кем зовут? Да. С ним поздумал. Как зовут его? А, как тебя зовут? Ха-ха. Еще Руслан Горлин сегодня познакомился со своей первой учительницей Надеждой Каневой. Надежда Константиновна – педагог с 28-летним стажем, влюбленная в свою профессию. Очень счастлива даже, что я сюда попала. Вы сегодня своих учеников на первый день тоже увидели? Первый день увидела. Да, очень ждала этой встречи. Думала, какие же они будут. Все замечательные. Эти замечательные дети – городские жители. В этом году школа имени Пырерки наравне с другими учреждениями общего образования проводила набор в первые классы. У нас в школе реорганизация. Теперь мы обычная городская школа. И при школе есть общежитие, в котором проживают дети из населенных пунктов округа. В этом году уже 1 февраля, когда был вбелевлен набор первоклашек, уже родители стояли в коридоре и записывались, потому что хотели попасть именно в нашу школу. И сегодня утром еще одна родительница написала в школу заявление, потому что хотела именно в нашу школу и ждала, когда мы сформируем классы, чтобы попасть именно к нам. Всего в этом году первый раз за парты школы имени Пырерки сели 34 ученика. Несмотря на разные вкусы и предпочтения, есть у них одна общая мечта – хорошо учиться. Для этого в школе сегодня созданы все условия – просторные светлые классы, современное техническое оборудование и влюбленные в свою профессию педагоги. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Образовательные организации Ненецкого округа пополнились молодыми кадрами. Трое специалистов приняты на работу в Ненецкое профессиональное училище «Дю США Старт» и школу номер один города Наринмара. Для начинающих педагогов эти окружные образовательные учреждения станут первым рабочим местом на трудовом пути. Учитель информатики пришла в первую городскую школу. В детско-юношескую спортивную школу «Старт» пришел тренер. Он будет готовить к спортивным достижениям начинающих полиатлонистов. А Ненецкое профессиональное училище приняло в свои ряды психолога. Одной из мер окружной поддержки молодых учителей, работающих и в городе, и на селе, является 30-процентная надбавка к заработной плате. Ее получают педагоги в течение трех лет после окончания высшего либо среднего учебного заведения. Молодым специалистам образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, предоставляются единовременные выплаты. 300 тысяч рублей выпускникам средних профессиональных учреждений и 500 тысяч рублей выпускникам вузов. Кроме того, сельским учителям, как и работникам социальной сферы, оплачивается часть коммунальных услуг и полностью компенсируется наем жилья. В Усть-Каре сегодня свои двери распахнул новый детский сад. Проект по строительству садика реализован при финансовой поддержке «Газпромнефть» в рамках социального партнерства с Ненецким округом. Воспитанниками учреждения стали 40 малышей. В детском саду у нас на сегодня 40 детей. Задни просторные, внутри помещения очень удобно и как положено. В детском саду открыты 4 группы. Детям просторно, хорошо, свободно. Есть спальни групповые. Воспитатели сегодня приняли своих малышей. Работники постарались. В общем, весь коллектив плодотворно и тщательно готовился к этому мероприятию. И мы очень рады, что наконец-то нам представилась возможность работать в таких современных условиях. Напомню, муниципальный контракт между Заполярным районом и компанией «Промкообстрой» на строительство детского сада на 80 мест с отдельной модульной котельной был заключен еще в конце 2012 года. Работы на объекте должны были завершиться не позднее середины августа 2014 года. Но строительство затянулось. И вот сегодня радостное событие для жителей населенного пункта наконец-то произошло. Перед началом учебного года все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования в Ненецком округе прошли проверку на предмет антитеррористической защищенности. По словам заместителя губернатора Ненецкого округа Галины Медведевой, осмотрено оборудование, видеонаблюдение, охранные системы, проверены заграждения и входные двери. В день проведения торжественных линеек полицейские работают в усиленном режиме. 1 сентября усилена работа по охране общественного порядка в местах массового пребывания людей, а также по обеспечению безопасности на дорогах. С этой целью в День знаний Управление МВД России по Ненецкому округу задействовало 86 человек из личного состава управления. В частности, в окружении школ Наринмары и поселка Искателей традиционное дежурство несут 36 сотрудников ГИБДД. Кроме того, с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в первые дни нового учебного года на улицах организовано усиленное патрулирование нарядов окружной дорожной инспекции. Сотрудники полиции напоминают окружным водителям об особом внимании на дорогах в связи с началом учебного года и предупреждают об административной и уголовной ответственности за совершение водителями грубых правонарушений, в том числе и таких, как вождение в нетреженном виде. Кстати, в День знаний, согласно региональному законодательству, на всей территории Ненецкого округа запрещена продажа алкоголя. При этом запрет не распространяется на продажу алкоголя в местах общественного питания. Там допускается продажа слабоалкогольной продукции. Помогут начинающим бизнесменам. Жители региона могут получить окружной грант на открытие собственного дела. Предпочтение отдается актуальным направлениям, которые необходимо развивать в регионе. В округе стартовал второй в текущем году конкурсный отбор по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Соответствующее распоряжение подписала вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе с целью софинансирования расходов на реализацию бизнес-плана на создание собственного бизнеса начинающим предпринимателям, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории округа и не имеющие просроченные задолженности по налогам и иным обязательным платежам. В конкурсе на получение гранта могут участвовать как начинающие предприниматели, так и физические лица, которые только планируют заняться бизнесом, но еще не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя или в иной организационно-правовой форме. Если комиссия признает победителем такого участника конкурса, в течение месяца надо будет зарегистрироваться и получить средства гранта на развитие бизнеса. При этом требования ко всем участникам конкурса равные. Необходимо иметь бизнес-план и предусмотреть собственные средства на реализацию своего проекта в размере не менее 15% от суммы получаемого гранта. В случае ненадлежащего исполнения условий предоставления гранта получателям средства подлежат возврату. Максимальная сумма составляет 500 тысяч рублей, за исключением случаев, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей гранта. В этом случае сумма юридическому лицу может быть увеличена до 1 миллиона рублей. Заявки принимаются до 30 сентября. Российский рубль в этом году отмечает 700-летие. В Ненецком округе в связи с памятной датой российской валюты запланирован ряд мероприятий. С сегодняшнего дня Департамент финансов и экономики Ненецкого округа начинает профильную викторину. Все желающие принять в ней участие могут ответить на вопросы об истории российской денежной единицы в официальном сообществе Департамента экономика и финансы НАО. Подведут итоги и определят победителя в День финансиста 8 сентября. Кроме того, в этот день в школах Наринмара представители банков и профильного окружного департамента расскажут ученикам об истории российского рубля, формировании семейного бюджета и электронных деньгах, о зах финансовой грамотности. Денежная единица рубль появилась во времена Древней Руси. Первое упоминание российской денежной единицы рубль в исторических хрониках относится к 1316 году. Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...